ну еще одно видео по запросу как дело обстоит с криминалом в испании скажу вам честно что я не знаю потому что с криминалом испании я не сталкивалась никогда не никогда в жизни обворовывали никогда в жизни на меня никто не нападал я летом могу возвращаться домой после работы и в пол первой ночи и как-то и мы и ночью гуляли и не знаю нас в люрете очень спокойно ничего у нас такого страшного не происходит единственное что у нас бывает летом бывает вот эти разборки между молодежи они пыряют друг друга ножами дерутся но это вот как бы и там всегда очень много полиции вот когда идешь вот эта зона дискотек там много молодежи они в общем обкурятся напьются они чупала дел полиции очень много полиция следит но все равно конечно есть охранники на дискотеках но все равно понимаете что уследить за этим мы просто невозможно в прошлом году был забит насмерть итальянец мальчик молоденький 16 лет и его забили наши три отморозка чеченца которые были из франции и они уже них уже были французские паспорта ну то есть это как было написано что это были дети мажоры каких-то богатых чеченцев которые живут во франции вот они было даже видео в интернете как они вообще жестоко очень били мальчика они в общем ему это повредили череп и он по дороге на скорой помощи скончался у него была такая черепно-мозговая травма очень очень страшная и он погиб позапрошлом году французские марокканцы трое парней зарезали мальчика 16 лет тоже который был с англии не знаю тоже что-то не поделили зарезали прямо на улице вот в основном такое знаю что есть организованные банды которые грабят виллы то есть обчищают виллы которых может нет охраны может как-то в общем они нападают я знаю даже лично вам расскажу историю потому что вы любите лучшие истории раз послушать что когда я работала бедрерос я работала в очень богатой семье компа у них был ресторан лабраса наброса это то есть ну там жарят мясо на углях в тоси-де-мар огромный ресторан значит у них было два хостела сеть аптек но это фамилия у всей семьи сеть аптек ресторан компом и вилла огромная вилла который я работала я работал в домработнице там так вот значит комнат было очень много и один раз хозяйка мне сказала что ты должна убрать комнату для гостей я туда зашла и стал там пыли все убирать я залезла под кровать и нашла там винтовку ну я не испугалась потому что я работала на эжимаше и я эти винтовки видела как бы я не испугался знаю что винтовки все находятся на ну как бы она не выстрелит сама собой они как-то я забыл как называется они там закрытые и я значит достал эту винтовку потому что она мне мешала мне надо было убираться в общем когда я уже все убралась винтовка сама была вся покрыта густой значит пылью по что я тоже взяла тогда и тоже взяла эту и спокойно эту винтовку все вытерла от пыли в этот момент зашла хозяйка и она меня как раз застала за тем моментом что я аккуратненько вытирала пыль с винтовки она на меня посмотрела с такими глазами такими и мне говорит это винтовка для защиты я груда конечно я понимаю что для защиты ну как бы у меня других мыслей не было я говорю что она была очень грязная вы ее вытерла потому что она так кругом посмотрела и сказала что мы имеем эту винтовку потому что четыре года назад у нас случилась трагедия сейчас говорит у нас есть сигнализации это есть винтовка раньше у нас такого не было потому что было все очень спокойно это знаете какой был год это был 2008 год начата 2004 году было еще все спокойно и никаких проблем не было но говорит вот сейчас стало все неспокойно кризис у людей денег нет и иначе по по испании стали организовываться банды которые грабили богатых так вот она рассказала что ночью они когда спали видимо эти бандиты нашли какую-то окно у которой смогли открыть они ворвались значит ее мужа они стукнули по голове к ней приставили оружие заставили отдать все деньги у них на этот момент дома было на скала немного день не так очень много просто это была выручка с ресторана где-то около 7 тысяч евро и то есть еще они у нее забрали все бриллианты все золото вообще все то есть выгребли все по моему даже шубу у нее норковую забрали в общем они там все ценное прихватили и с тех пор вот они сразу же потом почему они раньше этого не делали ну потому что видимо безопасно было они сделали сигнализацию я когда приходила в дом я это ее снимала сигнализацию ставил снова сигнализацию вот и вот то есть у них была винтовка ну я в тот момент подумала что знаете винтовка она может даже обернуться против них потому что люди которые ну не спортивные пожилые они пока эту винтовку достанут пока они там ее с этого снимут эти же бандиты сами же выхватят у нее эту винтовку им же и в лоб выстрелят ну как вы думаете я так так лично думаю что ну если бандиты и притом знаете она еще сказала что вот это были бандиты и там были русские но что я сразу же значит и сказал что это не русские были а румыны потому что говорю я уже знаю что румыны есть время русские представляются ну вот я говорю вряд ли что-то были русские глян которые румыны она сказала год не знаю говорят это типа но мы подумали говорит что это были русские а все русские нет-нет говорю там чего в connected были вроде там один латинос был saved по-испански subscribe но двое там говорит по моему были русскими ну потом я ее спросил поймали ли их она склада поймали но деньги конечно ничего никто не вернул ну вот вот так обстоит дело с криминалом в испании полиция здесь очень слаженно очень быстро работает очень быстро а еще одну расскажу историю одна значит девушка молоденькая русская она работала переводчиком в полиции и вот она рассказывала что один раз говорит это нас вызвали и мы поехали милиция вся горит с этими как сказать бронемашина была на очень совсем все экипированные все вот такие мы горит поехали в один дом и меня взяли как переводчица потому что это был дом русских русской мафии как мы поехали разбираться с русской мафии значит когда год мы туда приехали там были арестованы уже были арестованы наши русские у них бы был ли найдено оружие вот она лежала на полу оружие и и белый порошок то есть кокаин значит там и к тому моменту и это еще в подвале они у них нашли этих малолетних проституток то есть значит мы тоже вывели вот она вот это рассказывала на год и было так страшно и я говорит вот стояла и работала переводчиком то есть девочек этих русских ну славянок опрашивала как они туда попали вот и все и когда дошло время до допроса ну как бы главаря который там сам был главный моно и устала спрашивать и он повернулся и ей в лицо сказал что тварь я тебя найду и ты за это заплатишь типа что ты там живой больше не будешь ну вообще ее все затрясло она сказала что ну этому полицейскому что этот человек мне угрожает что я боюсь ее сразу же тут же посадили в машину и это и увезли и настолько она была в шоке что люди что она больше там не стала работать иногда я больше вообще не могла работать я больше не пришла туда работать ну вот так вот так что вот такой здесь у нас есть криминал и года два назад нашли в квартире нашего русского тоже тут люрете зарезанного тоже версия такая была что он что-то сделал на родине против мафии и его здесь нашли и значит это наказали и также тоже года три может назад нашли в море тоже мужика нашего тоже такая же версия что его наказали за это за что-то наказать что то есть его все равно здесь нашли и наказали ну вот они все вот и русская мафия это у них любимая в газетках писать в общем все везде русская мафия ну мы по-моему вот я вот все рассказала что всем конкретно с каким криминалами столкнулась полиции здесь очень много полиция очень корректно и можно в любой момент подойти спросить что-то можно спросить если там потерялись или что люди очень корректно все помогают также полицейские помогают например все туристы заблудились там на машине не могут выехать они помогают выехать там в общем как бы никто ничего за это не штрафует никто вообще так вот все здесь очень так с большим очень большим уважением к людям никаких тут понтов никогда нет ни полицейского беспредела вообще тут так даже не знаю что такое человека здесь если он украл в магазине меньше чем на 700 или на 800 евро его даже не сажают за это ну вот такие в испании законы и даже если вот вашу квартиру обнесли там и украли меньше там 800 евро на стоимость то этих людей даже не посадят ну такие законы в испании но если он и тут же попадется еще в другой квартире и там еще на 700 наворует ну на 600 то это все прибавляется и тогда его сажают я лично знакома была с одним украинцем в жироне который из тюрьмы не вылезал но я не знаю как то конечно можно жить я его спросил ну как же так можно жить ну как он вот так это они обворовывали эти вот супермаркеты где вот это видео техника вытаскивали потом ну как бы продавали все это тоже телевизоры там видеокамеры фотоаппарат и все это за бесценки никто продавали и мужчина так поняла что он наркоманом было и но их вылавливали и где-то они он я спрашивала сколько ты сидела он готовы там тюрьма говорит как типа санаторий бассейн есть и там в общем кормят хорошо и сидишь целый год горит типа сиди сидел он там он нисколько типа ну хорошо поживем типа на потом посидим может конечно логика ужасная не знаю почему так себя люди вот все разные вот такие и жизнь этого парня окончилась очень печально очень жалко его мать просто невероятно как-то в один раз я пришла в русский магазин и в жироне и там висела ну висела такое объявление что типа вот он погиб и собирают деньги чтобы мать его смогла вывести с испании на украине похоронить было ужасно парень был абсолютно молодой ему было 19 лет погиб он был в наркотическом состоянии забыл одеть каску поехал на мотоцикле а так как у нас толстый дамарова тут кто знает такие серпантины все горы и в общем он вылетел вообще страшно в общем он с этого серпантина вылетел и все вот так страшно люди заканчивают свою жизнь в 19 лет ну так вот печально ну ладно свидание надеюсь что вам было интересно послушать то что я рассказала большое спасибо что смотрите обязательно делитесь моими видео тогда у меня как бы больше людей узнает больше и подпишется до свидания за песня и и и и